МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дело у время. Слудотряды Бобруйска приступили к работе. Хорошее начало для многих ребят. Где трудится молодежь? Копейка рубль не сберегла. Могилевчанин пострадал от собственной наивности. Переводил на свою банковскую карту его деньги. Кто втерся в доверие к пенсионеру? Настоящая гонка, республиканские соревнования по автомодельному спорту прошли в городе. Результаты высокие. Кто стал быстрее других? А также пополнение карты, улучшенный список и больше электроэнергии. В Белоруссии может появиться вторая атомная электростанция. Где и когда? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Накануне в Беларусь с официальным визитом прибыл Владимир Путин. Российского коллегу Александр Лукашенко встретил лично у трапа самолета. Не дожидаясь следующего дня, президенты двух стран начали переговоры прямо в аэропорту. 24 мая главы государств продолжили общение в узком кругу и расширенном составах. На повестке дня состояние и перспективы развития отношений, интеграция, реализация решений, принятых Высшим Госсоветом Союзного Государства, совместные торгово-экономические и кооперационные проекты. Сегодня как раз повод услышать то, что уже сделано в связи с нашими поручениями. И полтора-два вопроса, которые надо было бы нам решить, мы также специалистов послушаем, они нам доложат. То, о чем много говорят в последнее время люди, говорят хорошо, что мы союзники, близкие, родные государства, чтобы в этом плане, в этом контексте мы смогли принимать эти решения. В ходе переговоров белорусский лидер напомнил о потенциале сотрудничества на уровне регионов, обеспечивающего взаимной торговле значительную прибавку. 27-28 июня в Полоцке, Витебске и Новополоцке пройдут мероприятия в рамках очередного белорусско-российского форума регионов. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина принять участие. Друг твой, враг твой. Пожилой мужчина попросил помочь студентку, за что и поплатился. В милицию обратился 85-летний пенсионер, который рассказал, с его банковской карты было похищено более 6 тысяч рублей. Правоохранители выяснили, к произошедшему причастна 17-летняя жительница областного центра. Мужчина имел проблемы со здоровьем и часто просил соседей о помощи, в том числе и девушку. После приобретения нового мобильного телефона он обратился к ней с просьбой установить интернет-банкинг и другие приложения. В результате на протяжении месяца девушка, зная его логин и пароль от интернет-банкинга, переводила на свою банковскую карту его деньги. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации. Жилищный вопрос, мирный атом и акцент на здоровье. В Белоруссии проходит республиканская акция «Почему важно следить за самочувствием». Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В перечне разрешенных для ИП видов деятельности доработают новшества затронут порядка 20 тысяч предпринимателей. После начала публичного обсуждения документа белорусы прислали более 300 отзывов и предложений. Одна из основных новаций – перерегистрация в форму юридического лица. Номинальная начисленная средняя зарплата за апрель – 2182,5 рубля. Традиционно самый высокий показатель в столице. Больше всего получали работники сферы информации и связей, финансов и страхования, а также профессиональной, научной и технической деятельности. За первый квартал 2024-го более 2,5 тысяч многодетных семей были направлены на строительство жилья. Показатель – почти 40% от годового задания. От новых квартир вручили свыше тысячи ключей. По вводу в эксплуатацию квартир для многодетных лидируют Витебская и Гродненская области. В Беларуси может появиться вторая атомная электростанция. Росатом готов помочь в строительстве. Вопрос в техническом облике и месте расположения будущего блока. По прогнозам специалистов, в текущем году БелАЭС выработает свыше 16 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Весь получаемый ресурс используется исключительно в целях государства. В Беларуси в мае проходит республиканская акция «Профилактика меланомы и рака кожи». Цель – своевременно выявить и лечить онкологические заболевания. Врачи проводят скрининговое обследование методом дерматоскопии и консультируют по вопросам профилактики меланомы, ухода летом, навыкам самообследования. К слову, при осмотрах выявляется до 80% случаев злокачественных новообразований, которые занимают первое место в мире в онкоструктуре. В связи с проведением городского праздника «Последний звонок» 25 мая будет изменено движение автобусов. Новшества коснутся центральной части города. В субботу в маршрутах номер 2 и 6 будут исключены некоторые остановки. Общественный транспорт проедет мимо пункта Островского, гортеатр, дом обрядов. Также на время проведения праздника будет перекрыта улица Социалистическая. ГАИ просит автомобилистов заранее планировать поездки. После 19 часов 25 мая все вернется на круги своя. Сотрудники органов внутренних дел будут обеспечивать охрану общественного порядка во всех местах проведения торжественных мероприятий, а также дорожную безопасность вблизи учебных заведений. Под особый контроль будут взяты и места массового пребывания граждан – парки, скверы, набережная. Наша задача – предупредить совершение правонарушений и происшествий, в том числе связанных с распитием алкоголя. Родители также должны проконтролировать, где и как будут проводить время их дети. Сделать праздник безопасным возможно только совместными усилиями. Студотряды с каждым годом набирают популярность. Молодежь не сидит сложа руки и с удовольствием трудится в различных отраслях. В прошлом году в Могилевской области ряды бойцов пополнили свыше 6000 человек. Где можно подзаработать и с пользой провести время, расскажет Юлия Вернер. В автотранспортном колледже работа идёт полным ходом. Всего в студотряде трудятся 10 бойцов. Ребята помогают в организации подготовки централизованного тестирования. Занимаются расстановкой столов, наклеивают на них номера, ставят печати на листах. Час работы оценивается в 5 рублей 60 копеек. Для удобства студентов трудовая деятельность организована сразу после занятий. Я записался в студотряда по той причине, что, во-первых, интересно участвовать в жизни колледжа, ему помогать, общаться с преподавателями, также надбавка к стипензии, ну и просто из личного интереса. Процесс кипит и на одном из крупнейших предприятий города. Студенческий отряд из лесотехнического колледжа времени зря не теряет. 26 ребят трудятся на производстве. Кто-то проходит практику, а кто-то задействован как полноценный сотрудник. Договор подряда, восьмичасовой рабочий день и достойная оплата прилагаются. Я здесь на практике, работаю с станочником. Я хочу сюда прийти на отработку, потому что мне здесь нравится, коллектив хороший. Ну и так, в целом, всё здесь мне устраивает. Наши студенты обеспечены абсолютно полностью, как все наши работники предприятия, полным соцпакетом, спецодеждой, обеспеченным питанием и талонами на молоко. Мы очень довольны работой наших студентов и очень надеемся увидеть их после окончания учебных заведений у нас на предприятии. Работа в студотряде не только отличная возможность заработать, но и попробовать себя в различных отраслях. В автобусном парке 17 студентов автотранспортного колледжа. Ребята примерили на себя роль кондуктора, обелечивают и проверяют проездные документы пассажиров. Я вступил в студотряд с целью заработка дополнительного, так скажем. Что могу сказать? Студотряд – это хорошее начало для многих ребят. В плане можно стать более активным, ответственным и более таким продвинутым человеком. Работа хорошая, всё устраивает. Начальство мною довольное, я начальством тоже. Есть трудовой десант и на самом сладком предприятии страны. Команда из десяти ребят – укладчики-упаковщики. Однако на месте предоставляется возможность испытать свои силы и в других цехах. Бойцы признаются, работа очень нравится. Приятный коллектив и достойная зарплата мотивируют стараться ещё больше. Мне нравится здесь работать. Это лучше, чем я бы сидел дома и ничего не делал. В первую очередь проверить свои силы, смогу ли я вообще работать. Я так за пару дней понял, что работа в общем несложная. Считаю, что это полезно, потому что есть возможность заработать денег и научиться чему-то. Около 150 бойцов уже отработали свои смены. Результат не окончательный. Ажиотаж на работу высок. Для молодёжи это не только возможность приобрести ценный опыт, но и проявить себя, продемонстрировать лидерские качества, инициативу и ответственность. Юлия Вернер, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Рёв моторчика. В Бобруйске прошли республиканские соревнования по автомодельному спорту. Гоночная борьба стартовала в рамках 22-й республиканской спартакиады учащихся техноспорт. Баталии приближены к настоящей Формуле-1. Максимальный разгон до 120 км в час. Но даже тут свои ограничения. Мероприятие прошло отлично. Сегодня очень хорошая погода для, собственно, гонок, ни дождей, ничего. Поэтому результаты высокие. До последнего ожиточённая борьба. В некоторых классах ещё даже неизвестно, кто выиграл. Я ездил первый день в классе РЦБ. Там я занял первое место. Что это всё, конечно, при помощи тренера мотивировало. Мы сильно тренировались. То есть сборы были частые. Наезжали потихоньку вот так. Ну и опять же, не первый год этим занимаемся. Поэтому всё-таки опыт какой-нибудь тоже даёт о себе знать. От двигателей внутреннего сгорания до электричек. Всё зависит от категории этапа. Автомоделисты со всей страны съехали, чтобы продемонстрировать своё мастерство и высокий пилотаж. Получить заряд адреналина, азарта и бодрости. Сразу после выпуска новостей «Зумеры онлайн». Теория поколений. Почему ценности и воззрения детей разнятся со взглядами родителей. Как облегчить коммуникацию. Что необходимо убрать из лексикона. И что делать, чтобы стать им ближе. Сразу после выпуска новостей «Зумеры онлайн». Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»